привет ребята добрый день сегодня мы продолжаем сборку мотоцикла и погнали проверим что у нас собрана так коляска есть крыло есть крылья 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 так ладно здесь нарежем и заклеим так смотрим что у нас собрано и нам необходимо вот эта деталь крыло от коляски и рама так как в прошлый раз я не установил кронштейны которые крепятся непосредственно к самому мотоциклу и Продолжение следует... Так, детали подготовлены, проверяем, как они подходят. Подходят отлично, встают на свое место, как положено. Так, теперь нанесем немного клея и поставим наши детали на свое место. При приклеивании таких деталей стоит уделить внимание тому, чтобы детали находились в одной плоскости. Отправляем деталь на просушку. В прошлом выпуске мы собрали один сидельный узел, теперь соберем второй. Так, монтируем на наш сидельный узел, который мы сделали в прошлом выпуске, очередную деталь. Точнее, вот эти вот две как раз. Внимательно смотрим на инструкцию, чтобы правильно разместить деталь. То есть вот этими выступами в эту сторону. Так, и сюда у нас приклеится вот эта маленькая кругляшечка. Сразу идет. Вот такой у нас получился практически готовый узел. Из нескольких деталей. Откладываем посушиться. Итак, друзья, продолжаем сборочку. И теперь приклеим подставочки для ног на раму. Так, друзья, вот эти вот подножки сейчас ремонтируем вот сюда вот. И надо обратить внимание, что они клеятся в специальные два паза. Вот здесь и вот здесь. Не знаю, насколько там это видно. Так. Ставим сюда две небольшие капли клея. И устанавливаем подножки. На ответной части есть как раз два штырька. Получается, что они должны быть установлены с небольшим наклоном. То же самое нужно установить и с левой стороны нашего будущего мотоцикла. Так же следим, чтобы они были перпендикулярны раме или параллельно. То есть, чтобы соблюдалась вертикаль. Чтобы стоечка не была наклонена ни в какую сторону. Вот так. Откладываем посушиться. Переходим к какому-нибудь другому этапу. Да, нам же необходимо как-то ставить мотоцикл. Поэтому мы отделим подставочку для него, опору. Ну, еще несколько мелких деталей. Элементы передней вилки. Номерная рамка. Вот это вот. Или сам номер. Давайте сразу сидение. Выхлопные трубы. Все это сразу подготовим. Так, друзья, переходим к обработке деталей, которые мы срезали. И в случае вот с такими деталями, у которых прилив приходит вот так вот плоско, и можно положить на плоскость, лучше всего удалять такие вещи, приложив к плоскости. Вот так, осторожно. Основной срезали, остальное можно довести уже непосредственно удерживая в руках. Так же можно воспользоваться надфилем для идеального выведения ровной линии, чтобы не было никаких загигулин. Так, откладываем почищенные детали в сторону. Карданчик. 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 Продолжение следует... Продолжение следует... Чтобы не было никаких огрехов. Надеюсь, это хорошо вам видно. Итак, как вы можете обратить внимание, я установил, то бишь приклеил двигатель и кардан на правую половину рамы. Клеить, в общем-то, сразу не хотел, но решил все-таки приклеить на одну сторону пока, чтобы можно было прокрашивать удобно. Так, ну и продолжаем. Так, что-то получается. У меня такая заминка. Не совсем мне понятно, как лучше собирать раму эту. Есть у меня мысли о том, что если все это склеить, то будет очень сложно прокрашивать все, поэтому принял решение сейчас померить колесо, встанет ли оно, если склеить раму. Давайте посмотрим, что у нас из этого получится. Продолжение следует... Так, друзья, давайте представим с вами, что рама у нас будто склеенная, и попробуем сюда установить колесико. Насколько я могу видеть, колесо встает довольно-таки легко, то есть после сборки можно будет поставить и колеса, поэтому, наверное, мы все-таки склеим раму. Вот, друзья, да, мне здесь Евгений подсказывает, что окрасить-то ты как будешь? Зачем ты решил клеить раму? Ну, потому что вот эта вся ажурная конструкция требует фиксации, и без склейки сделать что-либо дальше очень тяжело. Так, друзья, давайте оставим пока наш вопрос с рамой открытым, и перейдем к дальнейшим шагам. Так, друзья, вот пропустил я одну из деталей. Ага, вот она, нашел. А чтобы такого не происходило, выполненные шаги нужно хотя бы подчеркивать карандашиком или ручкой, чтобы не теряться потом, что и где вы пропустили. Вот такой вот маленький совет. Не делать, да, так как я в этот раз не стал зачеркивать или подчеркивать те пункты, которые выполнены. Забыл я приклеить вот этот рычаг, поэтому приклеим сейчас. Так, вот она наша педалечка, педалечка, педалечка. Так, наш рычаг готов к установке. Но он не поставится, да, друзья? Я думаю, что все-таки без клея его поставить не получится, поэтому все-таки воспользуюсь клеем. Я надеюсь, я в правильное место его сейчас прилеплю. Так, есть. Дальше у нас рычаг переключения передач. Вот на этом месте он должен быть. И, в принципе, если мы его приклеим, то мешать тут ничего его прокраски не будет, да? Бион тоже ничему мешать не будет. Давайте почистим. Вот так вот ножом. Сейчас выстругаем палочку. Палечку. Вот так. Субтитры сделал DimaTorzok Что такое все мелкое-то, дорогие друзья? Прям невозможно. Кто придумывает такое маленькое все? Субтитры сделал DimaTorzok Так, друзья, точно так же я и вилку не хотел клеить, но я думаю, что справлюсь я с этой задачей, и у меня удастся все это сделать, поэтому я сейчас стойки от вилки смонтирую сразу сюда на место. Давайте так же проверим насчет колеса. Что у нас и как. Можно ли будет его сразу сюда, точнее после покраски отдельно вставить? Да, можно. Такая вот у нас красотулька получается. Рен, 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 рен. Крутится? Не, не крутится. Это же модель, не должно ничего крутиться. Так, а теперь давайте попробуем вытащить колесо. Это уже интереснее. Так, все у нас получилось, и это хорошо. Итак, друзья, нам необходимо померить вот это вот крепление вилки к раме. Какой стороной, да, вот так. Так, у меня есть подозрение, что эта деталь слегка имеет ширину чуть больше, чем положено. Поэтому мы изначально сейчас приклеим фару на свое место и верхнюю вот эту вот деталь. Так, наша фара. Так, что-то тут нет отверстия, да? Надо сделать отверстие. Короче, друзья мои, фара не хочет встанавливаться на свое место, поэтому пошла она нахрен. Шутка. Так, снова померяем. Все ли у нас подходит. Так, наверное, спидометром надо вниз. Да что же это такое-то? Ну кто же это делает такие модели? Это что-то п***е. Мотоцикл, а? Все развалилось нахрен. Друзья, здесь моделизм как в гараже. Без кувалды и какой-то матери что-либо собрать нельзя. Ну и, естественно, капельки хорошего клея. Так. Ну почему? Говно. Так, с одной стороны удалось победить эту деталь. Ура! И теперь... Аааа! Давайте вот так вот. Она не лезет! Она издевается надо мной. Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха-ха-ха-ха! Да! Потому что я крут! Так, теперь сверху мы установим. Точнее, теперь сверху я установлю п***ь вот эту маленькую п***ку. Вот. Вот так она должна быть, друзья. Вот так вот. Вот так вот. Ну это я только померить решил. А теперь я поставлю две капельки клея маленьких. О! Да! Мостч! Я чувствую мостч! Ура! Вот она такая! Я надеюсь, что всё получится. Ха-ха-ха! А если не получится, ну и ладно. Так. Вот теперь вопрос-то остаётся всё равно открытым. А сможем ли мы сюда пропихнуть колесо? Я думаю, да. Мы так распираем здесь. Здесь запираем. Всё, у нас всё поместится. Всё хорошо. Колёса встанут. Куда нужно. Куда нужно. Давайте прикинем руль сюда. О! Вот так вот, да. О! Вот так вот, да. О! У нас рулем. Красиво же, да, друзья? Ох, вот это велосипед! Та-да! Та-да! О! Прям как на крышке Кока-Колы. Так, вилочка у, друзья, у нас готова. У нас остаётся один элемент от этой штуки, всей конструкции. Вот это вот кронштейн сам, да? Точнее, шарнир, который нам необходимо установить в эту вот, в эти два паза, которые на стойках вилки, вот здесь. Она у нас не проходит сюда, поэтому нам надо её подготовить, эту деталь дальнейшей инсталляции, на раму, но обработать и подогнать размер нужно сейчас. А приклеивать мы будем уже непосредственно после окраски. Давайте попробуем сточить это. Немного. Так, друзья, немножко скорректировал толщину вот этой вот петюльчики. Сейчас мы её примерим. Посмотрим, как она у нас помещается в пазы. Не хочет. А она помещается туда практически как положено. Оп-вы-оп. Может быть единственное, ещё чуть-чуть прибрать её, так сказать, длину. А то не до конца она у нас усаживается. Так, и вот теперь у нас этот кронштейн встал, ось всей вилки встала как положено. Напротив верхней части. И, в общем-то, всё здорово. Так, откладываем эту нашу заготовочку в стороночку. Давайте пока приведём в порядок коляску. Так, убираю все шовчики с коляски. Обычной вот такой пилкой маникюрной. Вот такую поверхность мы получаем после обработки первым вариантом пилочки. Так, отлично. Возьмём следующую пилку, более мелкую. Шлифанём ещё немного. Вот уже можно обратить внимание, что поверхность становится очень-очень ровная. Без шва и без перепадов. Ну, так скажем, после второго номера пилочки. А калибр у этой пилочки был 320 в зернистости. И теперь практически вот такой вот полировочкой. Она, правда, уже такая попользованная, бывалая. Но нам это даже очень хорошо подойдёт. Вот можете обратить внимание, какая поверхность получается. Она практически становится, как будто это единое целое и было изначально. То есть выполировывает как положено. Вот такую поверхность получаем после обработки наждачными пилками этими для маникюра. Всё прекрасно выглаживается. Перепада никакого здесь у нас нету. Всё замечательно. Так, и переходим к остальным деталям от коляски. И на рамках у нас остаётся всего ничего деталей. В общем-то, только колёса. Вот наши рамки. Первая от коляски. И вторая от мотоцикла. Деталей здесь, кроме колёс, нет. И мы выходим на финишную прямую, друзья. Мы показываем. Вот . Продолжение следует... 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 Продолжение следует...